В 2015 году с диагнозом инсульт в Большеглушицкой центральной районной больнице зарегистрировано 53 человека. За прошедшие полгода таких больных 15 человек. Что это за болезнь инсульт? Как можно предотвратить ее и в случае заболевания излечиться? Об этом мы поговорим с врачами центральной районной больницы, кардиологом Людмилой Косаревой, неврологом Санее Махмутовой и с человеком, пережившим инсульт, жителем Большой Глушицы Тлейбергеем Нуржановым. По данным официальной статистики, ежегодно в России регистрируется неуклонный рост сердечно-сосудистых заболеваний. Случаи инфаркта миокарда, инсульта мозга сейчас все чаще наблюдаются в молодом возрасте. Выявлена тенденция, что 40-50-летние люди, в основном мужчины, погибают в расцвете лет от инфаркта миокарда. Что же приводит к таким грозным осложнениям? Однозначных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний не установлено, однако выявлены предрасполагающие факторы. Их называют факторами риска. Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний бывают устранимые и неустранимые. К неустранимым факторам риска относятся пол. Риск у мужчин выше, чем у женщин. С возрастом различия уменьшаются. У женщин в менопаузе риск сердечно-сосудистых заболеваний выше. Возраст. Мужчины старше 55 лет, а женщины старше 65 лет в большей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. И наследственность. Болезни сердца у ваших прямых родственников говорят о более высокой вероятности развития подобных болезней и у вас. К устранимым факторам риска относятся курение, повышение систолического давления больше 140, диастолического больше 90, повышенный уровень холестерина, частый пульс или сердцебиение, повышенное употребление соли, ожирение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, стрессы, сахарный диабет. Факторы риска взаимосвязаны между собой и усиливают действия друг друга, поэтому врачи определяют суммарный риск. Сделать это можно по шкале SCORE, которая применяется во всех европейских странах, в том числе в России. Шкала SCORE позволяет оценить риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет. Рекомендуется использовать шкалу SCORE у людей от 40 лет и старше. Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролируйте уровень артериального давления. В норме оно не должно превышать 140 на 90 мм ртутного столба. Если врач поставил вам диагноз гипертонии и назначил схему лечения, то вы должны ежедневно принимать все назначенные препараты для того, чтобы достигались целевые цифры артериального давления и регулярно измерять давление дома на этапе подбора или изменения схемы лечения. Ограничьте употребление поваренной соли. Рекомендуется не досаливать пищу и не употреблять солености. Ограничение приема соли может привести к уменьшению числа принимаемых антигипертонзивных препаратов и их доз. Откажитесь от курения. Курение – один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний от расклеротической природы. Курение повышает риск заболеваний сердца в полтора раза. Повышает холестерин липопротеидов низкой плотности, самый плохой для сердца, и повышает артериальное давление. Доказано, что прекращение курения снижает риск развития заболеваний сердца, а через три года после отказа от курения риск становится таким же, как у некурящих. Ограничьте употребление или откажитесь от приема алкоголя. Избыточный прием алкоголя сопровождается повышением артериального давления и риска инсульта. Кроме того, изменяет мышечные слои миокарда на жировые. Необходимо ограничить прием алкоголя до 20-30 г этанола в сутки для мужчин и 10-20 г этанола в сутки для женщин. Соблюдайте принципы и правила рационального питания. Питание должно быть дробным и частым. Последний прием пищи не позднее 3-4 часов до сна. Рекомендуется употребление большого количества овощей и фруктов до 300-400 г в сутки. И рыбы не реже 2-х раз в неделю. Нормализуйте массу тела. Окружность талии у мужчин не должна превышать 102 см. У женщин 88 см. Ведите активный образ жизни. Регулярно выполняйте физические упражнения или гуляйте не менее 30 минут в день. Уменьшите долю жира в рационе, ограничив употребление колбас, сосисок, сала, майонеза, жирных сортов мяса. И периодически контролируйте уровень холестерина в крови. Концентрация общего холестерина должна быть не выше 5 ммол на литр. Больные с сахарным диабетом имеют очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Периодически проверяйте уровень глюкозы крови. Уровень глюкозы натощак утром должен быть не выше 5,5 ммол на литр. Саняя Рашидовна, что такое инсульт? Почему он возникает у людей? Что такое инсульт? Инсульт – это инфаркт. Инфаркт у нас все знают. Инсульт еще не все знают, а инфаркт – такое слово знает каждый человек. Инфаркт – это внезапное состояние, возникающее за счет тромбоза в определенном сосуде, в определенном органе. Если получился тромбоз в сердце, значит инфаркт сердца. Если получился тромбоз в головном мозге, значит инфаркт мозга в почке, инфаркт в почке и так далее. Почему происходят тромбозы? Тромбозы происходят в любом возрасте, независимо от состояния человека. Они могут происходить в результате имеющихся проблем с сердцем, в такой случае человека аритмии. У нас тромбы в принципе образуются каждый день у каждого здорового человека, и они отрываются и полывут поток крови. Если тромбик маленький, он пока доходит до определенного органа, он успевает оттаять. И кровообращение у нас налаживается. Если же у человека, допустим, аритмии, тромбы отрываются более крупные, или тромбы сейчас бывают за счет бляшек атеросклеротических, это очень большой комок ткани, и он плывет потоку крови, и куда пришел, там возникает проблема. Но учитывая, что у нас народ очень так и не любит за собой следить, у нас медицина, как уже раньше обговаривала, что сейчас в основном получается принудительная, то есть человека привезли, и мы принуждаем его лечиться. Но чтобы вот этих вот осложнений не было, все-таки каждый уважающий себя человек должен в первую очередь заботиться о себе сам. Я считаю, что каждый уважающий себя человек, неважно, какого он возраста, должен знать, какое у него давление, какой у него сахар крови, какой у него холестерин, независимо от состояния здоровья. Даже вас ничего не беспокоит, вы абсолютно здоровы. Но хотя бы раз в полгода на сахар надо сдать, хотя бы кровь из пальца надо сдать, посмотреть, потому что сейчас очень много заболеваний, которые не укладываются в классику, как вот нас, допустим, в школе учили, да? И много заболеваний, которые не проявляют себя до определенного времени. Когда уже что-то проявилось, вот человека с инсультом привезли, уже бывает, что там не только инсультом, там еще и опухоль в голове или еще что-то такое. То есть в первую очередь человек должен прислушиваться к себе, к своему состоянию. Все нормально, это не значит, что вы здоровы. Значит, что мы просто, может быть, не знаем, что у вас есть. Поэтому давление вы должны знать. Спрашиваю молодежи, давление знаете, какое у вас? Нет. Гипертоники спрашивают, когда в последний раз мерили давление? Да ну, мерил когда-то там в прошлом месяце, а голова болит? А голова болит каждый день. Почему я должна заставлять это делать? Даже сами это делать. Мало того, что вы должны врача посещать, участкового, вы его должны знать, не только в лицо, надо знать, как его зовут. Это ваш первый родной доктор, которого вы должны посещать. Вчастковый доктор уже определяется, есть у вас давление, есть у вас какая-то аритмия, может быть, диабет, который вы не ощущаете, а он уже у вас расцвел, и вас уже надо брать на учет. То есть он уже определяет минимум обследования и тактику поведения больного. То есть не сам больной, захотел он сходил к неврологу, захотел он куда-то там съездил, то есть вперед, паровоз, бежать не надо. Первый и главный доктор у нас, это участковый наш врач, это ваш родной доктор. Приходите, общаетесь, выясняете, какие у вас ситуации, и он уже конкретно назначает какого-то специалиста, тогда уже мы делаем конкретное обследование, а не то, что вы сами себе придумали. Потому что сейчас народ считает, что они знают интернет, грамотные, все в интернете сидят, читают, и приходят, потом начинают нас уже учить, что мне вот надо покапать сразу миксидол, потому что ваши какие-то назначения меня не устраивают. Мне надо покапать обязательно, не просто от давления, надо пить таблетки. Таблетки – это не лечение, вы мне сначала покапайте, я даже скажу, что, а потом будем разговаривать. А если доктор Капа не назначил, сказал, что вам все-таки от давления надо начать принимать таблетки, чтобы давление выровнялось, а потом уже будем капать, если в этом будет необходимость. Нет, если доктор Капа не назначил, я больше к нему не пойду, потому что он вообще ничего не знает. Что это такое? Все капаются, а я почему не капаюсь? Поэтому надо все-таки общаться, не требовать, дайте мне. Основной привык просить, дайте мне. Дайте мне, никто никому сейчас ничего не дает. Поэтому сначала надо обращаться к грамотному специалисту, и потом уже без лишних трат конкретное обследование. Если у вас есть заболевание сердца, это обязательное посещение участкового врача. Тем более у нас сейчас и кардиолог есть, то есть участковый доктор, если в чем-то сомневается, или возникли какие-то вопросы, он вас направит опять же к узкому специалисту. Если у вас есть нестабильность давления, а доктор вам, допустим, вот вы пришли к врачу, у вас первый раз обнаружилось давление 150. Ну, в первый раз, может быть, вы волнуетесь, к врачу первый раз пришли. То есть вам определенную тактику лечения назначили. Но это не значит, что вы взяли эти две таблетки и пьете их пожизненно. Я потому что вас уже не вижу, я не понимаю, помогают вам эти таблеточки или не помогают. То есть вы неделю лечитесь, дневник контролируете. Если что-то непонятное, вы опять же возвращаетесь к врачу. Говорит, вы мне назначили, а я что-то не ощущаю улучшения. То есть все заболевания лечатся методом общения. Заболевания не лечатся, там одно назначение, и весь год вы что-то там принимаете. Ну, вернемся к инсульту. Почему инсульт помолодел так сильно? Почему инсульт помолодел сильно? Во-первых, у нас сейчас посмотреть, если народ стал очень тучный, у нас изменилось питание у людей. Я даже у своих больных спрашиваю, почему так много едите соленого. Молодежь что у нас ест? Вот взять школьников. Когда еще я в школе училась, это было давно, столько толстых не было. Вот сейчас ходим, если на медосмотр, у нас каждый второй ребенок имеет лишний вес. Что они едят? В дороге в школу зашли, в пчелку купили чипсы, кириешки. Потом эти вот родители дома готовят бульоны, не настоящие, а из кубиков бульонных. То есть это в основном огромное количество соли. Оно что дает? Оно нам дает сгущение крови в любом возрасте. А если у человека есть опять же склонность к повышению давления, густая кровь, то сердце работает с нагрузкой. А если где-то есть какие-то тромбы, они постоянно отрываются. Это второе. Молодежь сейчас, во-первых, не совсем здоровая, и опять же они за своим здоровьем не следят. Очень много гипертоников, уже чуть больше 20, у них уже давление в постоянной форме, потому что есть стрессовый фактор. Опять же у нас с работой у кого-то какие-то проблемы. То есть на первом плане стрессовый фактор, поэтому гипертонии стало очень много. Плюс, естественно, экология изменилась. Изменилась наша форма жизни, изменилось наше питание. То есть мы стали совершенно ленивы, малоподвижны, обрюзгшие все, толстые. Опять же все к этому идет. Моя речь, то есть в первую очередь, опять же, человек должен сам за собой следить. Если вам всего лишь 20 лет, и вы ничего, никаких там, допустим, жалоб у вас нет, это не значит, что вы в поликлинику пойдете только после срака. То есть раз в год себя надо отдать в руки участковому врачу, чтобы проверить, какие у вас анализы, какая у вас свертываемость, какой у вас анализ мочи. Потому что у нас вот сейчас, если взять онкологию, у нас практически у каждого пятого есть онкология. Потому что мы обнаруживаем это уже, когда уже человеку поздно лечиться, и уже очень много всяких других проблем. То есть халатность по отношению к своему здоровью ведет к всяким разным вещам. Ну, если человек, допустим, вот идет и заметил лежащего человека, как можно определить, что у этого человека инсульт? Ну, во-первых, если вы видите лежащего человека, надо подойти к нему, посмотреть, он в сознании, без сознания. Если без сознания, мы не можем сказать, что у него инсульт. Может, человек, скажем так, выпил лишнего и заснул на улице, это раз. Может быть, его машина сбила, это два. Если инсульт, вы подозреваете, что у него что-то не то, значит, попробуйте с ним пообщаться. Если человек разговаривает, просто говорит, что у меня голова закружилась, я себя плохо чувствую, то есть вызвать скорую и определиться, почему это случилось. Если человек не разговаривает, тем более, но он дышит, это однозначно надо вызвать скорую. Потому что инсульты есть не только ишемически, когда человек может говорить, но не может ходить, у него одна рука, одна нога, анимело. Есть геморрагический, когда крупный сосуд лопнул, и человек сразу загрузился. Это однозначно его надо везти в больницу. Но любое тело, которое мы увидели на улице, мы должны подойти, определиться, что с ним. Он уже мертвый или он дышит, но без сознания, или он какой-то там старможен. То есть пока приезжает скорая, вы оказываете ему первую помощь, расстегнули ему одежду плотную. Если там пена изо рта, то есть голову надо повернуть на бок, чтобы он не захлебнулся жидкостью. А инсульт вообще это излечимая болезнь? Все болезни можно лечить и нужно лечить. Опять же, как рано обратился к нам человек. Вот у нас ситуации такие бывают, что у человека давление поднялось, он чувствует, что что-то язык у него заплетается, что-то там с рукой не то, с ногой не то. Но приехала скорая, укольчики ему сделают, говорят, собирайтесь, поедем в больницу, будем с вами определяться. Нет, я не поеду. Пишут расписку, скорая уехала. Через два часа этот человек опять вызывает скорую, значит, опять приезжаем, давление не снизилось, ему не лучше. Скорая опять, говорят, поехали же опять же все-таки в больницу, там определимся с докторами и решим, что с вами делать. То есть только с третьей попытки мы его забираем, там уже инсульт развился, уже в цвету. Естественно, мы жизнь этого человека спасем, но вернуть первоначально его здоровье мы не можем. Потому что есть ситуации необратимые. Поэтому, если вы почувствовали утром или там вечером, что-то у вас не то со здоровьем, болит как-то голова необычно, или какие-то пальцы у вас анемели, там рука не так двигается, то есть не надо ждать утра. Или если это совпали выходные, то есть не надо ждать там понедельника рабочего дня. У нас больница работает круглосуточно. У нас всегда есть дежурный доктор, неважно какой специальность, но он есть. То есть если он не разобрался в ситуации, мы подключаем уже узких специалистов, вызываем конкретно докторов, которые отвечают за эту область. И организовываем лечение. Сейчас мы инсульты все в основном 100% отправляем в город Новокурш, там у нас сосудистый центр, мы к ним прикреплены. То есть в нашей больнице мы инсульты лечить не можем, не имеем права по уровню. Поэтому всех отправляем. И чем раньше человек обратился, то есть у нас есть окошечко светлое, как говорится, 4 часа первых с момента заболевания. И если человек рано обратился, то есть у нас есть хорошие препараты, которые этот тромб растворяют, и у человека может вернуться первоначально здоровое состояние. То есть и рука у него отойдет, и нога отойдет, и речь восстановится. Если мы опоздали с этим, светлый промежуток мы пропустили, будем лечить его однозначно, но очаговый уже остается практически не обратился. То есть человек остается инвалидом? Человек остается зачастую инвалидом, потому что сами зачастую очень халатно к себе относятся. То есть наше здоровье? В ваших руках. В наших руках. Поэтому надо, во-первых, с нами не бороться, с нами надо общаться, с нами надо дружить, нам надо помогать вас лечить. Вы должны быть на нашей стороне, а не на стороне болезни. Если таблеточки от давления, то их надо пить по жизни, но не просто, когда мне плохо, а пить надо постоянно. То есть вы глаза открыли, первое, что вы сделали, вы пили таблетку от давления. Только потом идете умываться, готовите себе утренний завтрак и так далее. И таблетки пьются каждый день. Даже если у вас давление 120-80, ваша норма, но вы стоите на учете у терапевта или у кардиолога с гипертонической болезнью, или, допустим, с аритмией какой-то, вы таблеточки должны пить постоянно, даже при нормальном давлении. Так что у нас есть таблетки для лечения, это медленные таблетки. Есть таблетки быстрые, которые работают всего часа или полтора в организме. Они предназначены только для быстрой помощи, как укол. Допустим, композит от давления вы разжевали, у вас давление выровнялось, вы дальше живете своей здоровой жизнью. Но вечером, там в 7 или во сколько, то у вас вечерняя таблетка по графику, а у вас давление 120, вы все равно ее должны выпить. Потому что короткая таблетка свое действие уже закончила, утренняя таблетка уже дорабатывает до 7 вечера, а в 7 у вас по графику должен быть следующий препарат. И пропускать вы его не имеете права. Вы его не пьете, только если у вас аллергическая реакция какая-то, что-то вам с него плохо. Опять же, вы завтра идете к врачу и говорите, вы мне назначили, а мне что-то с нее не очень комфортно. Поэтому я опять же говорю, что с врачами надо общаться очень активно, часто. Надо врача посещать, если у вас давление нестабильное. Нет такого слова, у меня давление скачет, вы мне вот таблетки назначили, а у меня давление скачет. Раз скачет, значит неправильно подобрана доза. Значит еще раз надо вернуться к врачу, обговорить дозировки и что-то там подправить, чтобы давление было ровное, чтобы плата была, чтобы не было вот этих вот скачков туда-сюда. Вот эти скачки, они вызывают у нас внезапный подъем давления, вызывают у нас стрессы в организме. Вот они вам, пожалуйста, инсульты. Или, допустим, молодой человек, вот сейчас в основном молодежь у нас ведет сидячий вопрос жизни, то есть офисные в основном работники, вот, а он решил, допустим, поправить здоровье, сходить в фитнес-центр за год первый раз, и он решил в этом фитнес-центре 2 часа позаниматься. Вот отсюда у нас идут внезапные смерти. Если человек немножко грустный, он сегодня 2 часа поработал, побегал, поплавал еще, пришел домой и внезапно скончался. То есть дозировка должна быть. То есть без фанатизма надо собой заниматься, без фанатизма. Не раз в год до потери сознания. А если уж вы занимаетесь, значит, занимайтесь хотя бы 2 раза в неделю. Если за весом следите, значит, за ним надо следить пожизненно, а не только вот потому, что вам доктор сказал, что надо похудеть. Вы на месяц похудеете, а потом вернетесь к прежнему режиму жизни, опять же будет такой же образ жизни, опять вес набирается. То есть в первую очередь и в главную очередь человек должен заниматься собой сам. Он должен хотеть быть здоровым сам. Когда у него в голове эта мысль созрела, тогда вы приходите, мы можем только вам чуть-чуть помочь быть здоровым. Поэтому мы должны только дружить, мы должны воевать. Спасибо, Суния Рашидовна. Я думаю, что советы врача-невролога помогут многим телезрителям. Талибергей Байтурганович, скажите, есть ли жизнь после инсульта? Ну, конечно, есть. Но эта жизнь, к этому надо приспосабливаться, настраиваться. Она полностью отличается от той жизни, что было до болезни. То есть многие вещи уже недоступны. Передвижение, разговоры, дикции, речи, все меняется. Но самое главное – сознание, что ты уже ущербный. И вот надо этому не поддаваться, а пытаться возвращать эти функции заново, приобретать, заново учиться ходить, заново, значит, обслуживать себя. Ну, и не останавливаться, значит, вот если у меня 23-го сразил инсульт в феврале, 23 феврале этого года, я практически после выписки из Новокупышева продолжаю лечение, восстанавливаю реабилитацию. Ну, есть уже какой-то прогресс, скажем, нашим телезрителям. Ну, если когда меня стукнуло, я не мог ни ходить, ни сидеть. Сейчас я первое время начал садиться. Потом невозможно было стоять на ногах, но переосилил себя, начал вставать на ноги. С каждым разом все увереннее. Ну, и ходить с палочкой, ну, вот сейчас до сих пор, сейчас хожу. Но мало ходить, надо в больницу все время ездить. Не мог я туда доехать. А сейчас езжу на машине сам. То есть за рулем вы уже хорошо себя чувствуете? Да, ну, сказать, как повесил специальный знак, это инвалиды. Ограниченная скорость. Конечно, стараюсь дорожную ситуацию соблюдать и все. То есть я передвигаюсь на машине сейчас. То есть крест на себе ставить ни в коем случае нельзя? Нет, никакой. И надо стараться все больше. Ну, сейчас я занимаюсь тем, чтобы если рука не работала, цель, чтобы заработала все. И нога, чтобы походка была. Сейчас я с палочкой прихрамываю. Но это процесс. Ни одного дня надо терпеливо работать над собой. Что вы делаете? Это массаж, я знаю. Массаж. Зарядки. Массаж. Лечебная скульптура. Даже приобрел себе вот этот тренажер, велотренажер, чтобы дома заниматься. Ну и буквально в октябре месяце опять будут посещать социальную службу и в зал, и в лечебную процедуру проходить там. В больницу тоже. У нас у меня решительно поставил на очередь. Да, вот должен быть лечить. Я уже проходил санаторий Самарский. В этом, в больнице Мессередавина проходил реабилитацию. То есть, это процесс постоянный, останавливательный. Но здесь вот я хочу отметить большую помощь. Ну, во-первых, хочу сказать, что болеть – это дорогое удовольствие. Итак, распознать инсульт возможно на месте, используя три основных приема распознавания симптомов инсульта. Попросите больного улыбнуться. При инсульте улыбка может быть кривая. Уголок губ с одной стороны может быть направлен вниз, а не вверх. Попросите больного заговорить, выговорить простое предложение. При инсульте произношение часто нарушено. Попросите больного поднять обе руки. Если руки поднимаются неодинаково, это может быть признаком инсульта. При обнаружении данных симптомов немедленно вызывайте скорую помощь. Не проходите мимо чужой беды. Своевременное распознавание инсульта и своевременно оказанная медицинская помощь может спасти жизнь человека.